Добрый вечер. Слышно? Все, да, слышно. Давайте тогда начнем. Сперва хотим послушать ваш общий комментарий по матчу в целом. Ну, во-первых, 15 минут играли по системе, по нашим. Потом начали где-то с 15 минут терять среднюю зону шайбу, не доставлять ее в зону соперника. На этом получали контратаки. Плюс невынужденные удаления были, которые провели к одному пропущенному. Согласны, что Акбар сегодня был лучше готов физически, они часто были лучше на подборах. У них было много дальних пасов под синюю, за счет чего они порой растаскивали игроков салавата в вашей зоне, и вы из-за этого не успевали. Ну, мой зон не так, это тактическое. То есть они все время оставляют одного игрока на синей линии, когда идет пересменка. И мы на это не обращали внимания, из-за этого было. В первом периоде был, против меня вышли 4-1. И вот когда Зарипов забывал вторую, там была смена между защитниками. Я вышел на смену, и там не разобралось, мне защитник должны были поменяться. Он не увидел, что я иду на смену, и Зарипов ушел в смену. Много вопросов по меньшинству. Да, сегодня играли шире, более агрессивно, чем в прошлых играх. Но все-таки не хватает агрессии. Хотя вот сейчас Томи Ламса сказал, что его это устраивает. Вы что думаете по проблемам салавата 4 на 5? Это последний вопрос, спасибо. Ну, они забили же 1 только нам гол. Когда Долз забил. 2 же забили в большинстве? 1-5 на 3. Ну, это все равно большинство же. Ну, я понимаю, но 4 на 5, в принципе, неплохо играли. Пропустили только 1 гол. А 5 на 3, но там уже мастерство игроков под Барс. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, сначала давайте послушаем, что в целом на матче можете сказать. Что получилось, что не получилось. Честно говоря, такой анализ трудного, ну, глубокий анализ сейчас после игры. Томи Ламса на пресс-конференции сказал, что первый, ну, примерно Томи Ламса уже трудно провести. Уже завтра нам, скорее всего, будет все более понятно и ясно. Посмотрим игру. И скажем, что пошло не так, что так. Вот. Касательно того, что сейчас вот именно по горячим следам, что ну, честно сказать, расстроен немножко, с я не нахожусь. Поэтому я вам сейчас, ну, трудно ответить на этот вопрос. Томи Ламса на пресс-конференции сказал, что первый, ну, примерно первую половину периода играли по системе. А сейчас Дмитрий Корбов тоже сказал, что порядка 15 минут все было по плану. Что потом пошло не так? Ну, да, скорее всего, они правы в этом. Что пошло не так? Да, я бы сказал, что вот этот гол у нас немножко не нужен, скорее всего. То есть 1-1 даже игра была равная. В принципе, ну, на мой взгляд, опять же, не трудно вам сказать сейчас, что конкретно не так. Вот. И вот этот гол, скорее всего, в начале второго периода немножко так вот придал уверенности от Барсу. Вот. Если можно так сказать. Вот. Скорее всего, вот этот вот момент тоже очень важен. Мы уже пошли там дальше уже. Стараться как-то прессинговать. Собить уже как-то выровнять игру, но видите, как не получилось. Выход 1-1 тоже. У нас это все подвело. Не слишком ли много Салават тратит эмоций? Это второе поражение в семи матчах. А у вас такой тон, как будто вы из плей-офф вылетели. Ну, как сказать, это очень важный матч для болельщиков и для нас. Он тоже в целом очень важен. Потому что Акбарс – это очень важный соперник. Я думаю, вы прекрасно все это понимаете. Опять же, поэтому это очень обидное поражение для нас. Мы хотели сегодня победить, старались. Но, как видите, счет налицо. Будем стараться, исправляться, делать выводы по игре. А вы обращали внимание на историю противостояния? Шесть последних игр именно в Казани Салават проигрывал? Ну, честно говоря, я не обращал на это внимание. Но я прекрасно помню, да, что в последние игры, которые я играл даже, мне довелось играть. Мы уступили именно в Казани. У меня все, если коллеги готовы продолжить. Наверное, все тогда. Спасибо большое всем. Вам спасибо, удачи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров General Br辆